Сегодня на библейском портале «Экзогет» мы продолжаем наши беседы по трудным местам Священного Писания. И сегодня мы будем читать Евангелие от Марка, 2 глава, 14 стих. И, отталкиваясь от этого текста, мы зададимся вопросом, почему Евангелист Матфей по-разному называется? Сам он себя чаще называет мытарем, а вот Марк называет его Левий Алфеев или другие Левий Матфеев. Левий Алфеев – это значит сын Алфеева из рода Левия. Почему? Прочитаем сам этот стих. «Проходя, увидел он, то есть Христос, Левия Алфеева, сидящего у сбора пошлин, и говорит ему, следуй за мной. И он, встав, последовал за ним». О чем это? Сам Матфей никогда не говорит о себе так торжественно – Левий Алфеев. Но почему это говорит Христос? Чтобы дать этому опустившемуся человеку, который стал предателем собственного народа, коллаборационистом, сидел у сбора пошлин на оккупантов, дать ему шанс. И почему его так называет Христос? Левий, то есть вспомни из какого ты рода, ты из колена Левина, Моисей из колена Левина, Аарон из колена Левина, ты из этого священнического колена, и чем ты теперь занимаешься. Также Христос напоминает ему имя его отца, Алфеева. Проходя, увидел он Левия Алфеева, в этом коллаборационисте сидящем, он увидел и Левита, и потомка праведного человека. Иначе зачем было бы вставлять имя его отца? Он увидел в разнузданно сидящем, опустившемся человеке, предателе собственного народа, священника, потомка благочестивого человека. сидящего у сбора пошли и говорит ему, следуй за мной. И он, встав, последовал за ним. А вы знаете, братья и сестры, что все крещенные православные люди – это царственное священство, народ святой, особый, взятый в удел Божий. Да, у нас есть сугубое священство, деканат, пресвятариат, епископат, но фактом таинства, крещения и мира помазания мы все царственное священство. Народ святой, взятый в удел. Вот о чем надо напоминать человеку, когда ты хочешь найти для него слова исправления, какава Дорофей учит, и не подходи к человеку со словами обличения, если у тебя нет для него слов исправления. Каждый из нас может вспомнить в своей жизни какой-то светлый, радостный период, какой-то момент, какое-то воспоминание, которое как некий маяк, зафиксированное в нашей памяти, светит, может быть, из глубин нашего детства или из глубин нашей юности, когда мы осознанно пречались или впервые прочитали Новый Завет, слова Господа нашего Иисуса Христа. Священное Писание не позволяет называть кого-то грязным. Смотрите книгу «Бытия», 7 глава, 8 стих. Ною, строителю ковчега, было сказано «И из скотов чистых, и из скотов нечистых, и из всех присмыкающихся по земле». То есть то, что надо было взять с собой. Но по правилам еврейского языка противоположность слова «чистый» – это слово «грязный», как в русском языке, «белый», «черный». «Белый», «черный», «черный», «белый». Так вот, в еврейском языке противоположность слова «чистый», «грязный». Но Бог так не разговаривает. Бог говорит, «И скотов чистых, и скотов нечистых» – мы здесь не видим слова «грязных». Они просто еще не очистились. Они замараны, они нечисты, но их природа остается светлой. Иоанн Дамаскин в точном изложении православной веры настаивает на том, что даже природа бесов и дьявола остается чистой природой. Иначе бы вина падала бы на создателя природы, то есть на Бога. Нечистое их произволение. Поэтому никого не почитай грязным. Никого не почитай безусловно испачканным, грехом изуродованным, конченым человеком. и помни, как сказано в посланиях апостола Павла, «Христос умер за нечистивых». Едва ли кто умрет за праведника, пишет апостол Павел. Если ты видишь, что брат твой в нечистоте, помоги ему. Христос увидел душу этого мытаря. Мытарь в те времена это позорное слово. По правилам поведения нельзя было подходить очень близко к мытарям, чтобы не оскверниться, только чтобы отдать подать и потом лучше побежать к микве совершить омовение, очиститься. А Христос увидел в нем нечто такое, что давно уже не видел в нем никто. И этот мытарь, этот коллаборационист, он стал дверью в мир Нового Завета, ибо именно через Евангелие от Матфея, этого благовестника Иисуса Христа, мы входим в мир Нового Завета. Не будем удивляться, что сам о себе Матфей говорил всегда плохо, но эта особенность другие евангелисты, когда рассуждают о нем, они говорят иначе. Постараемся для каждого человека найти доброе слово, как Макарий Великий говорил, злое слово делает доброго человека злым, равно как и доброе слово делает злого человека добрым. Будем помнить, об этом наставлении. Как сказано, да ни одно гнилое слово не сойдет с уст твоих, чтобы в твоем доме позволили говорить гнилые слова о других людях, не дай Бог об епископе, очистим свой мир словесами веры и благодати. Ибо для чистого все чисто, а для нечистого и оскверненного все нечисто и оскверненно. Подписывайтесь на библейский портал Экзегет, чтобы вовремя получать информацию о новых беседах. И берегите себя. Редактор субтитров